Здравствуйте! В эфире 7 дней. В студии Тимур Бехмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. Казань обледенелая. Сезонные заболевания или тревожные тенденции? Разберемся. Количество пациентов по отношению к эстетической пластической хирургии увеличивалось. Красота – страшная сила. Как в прямом смысле сохранить свое лицо и не попасться на удочку мошенников? Очень страшно в одиночестве. Это ужасно. Это не желает даже злютому врагу. Когда чужие ближе и роднее родных. В Татарстане стартовал пилотный проект по созданию приемных семей для пожилых людей. Еще раз здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в студии программы «7 дней» после новогодних каникул. Время подвеси некоторые итоги этих двух недель в новом году. Совсем без происшествий, увы, не обошлось. Но и сказать, что их было больше, чем обычно, наверное, тоже нельзя. И все бы ничего, если бы не этот совершенно дикий случай в Нижнекамске. Жестокое, зверское, по-другому не скажешь, убийство молодой девушки всколыхнуло общественность и отозвалось болью в самом городе и во всей республике. Сегодня, когда становятся известны все факты и подробности этого страшного преступления, которое удалось раскрыть, можно сказать, по горячим следам, меня лично охватывают смешанные чувства. С одной стороны, есть чувство страха, боязни даже не за себя, а за своих близких, родных, друзей. Увы, никто из нас не застрахован от подобных трагедий. С другой стороны, обнадежила и порадовала хорошая оперативная работа следователей, правоохранителей, которые, что тоже очень важно, действовали в тесном контакте с волонтерами и просто неравнодушными жителями Нижнекамска. Именно благодаря вовремя переданной информации и удалось раскрыть это резонансное преступление. Задержать подозреваемого, который уже дал признательные показания. Давайте вспомним всю хронологию этого жестокого преступления. Ничего не предвещало беды. Банальная фраза, но в данном случае она подходит. Начало дня 9 января для молодых супругов Гульшат и Евгения Котенковых и их полугодовалого ребенка складывалось прекрасно. Поездка на лыжную базу «Алмаш», прогулки по лесу предвещали только положительные эмоции. Кому-то нужно было остаться с ребенком. Гульшат поехал кататься, супруг ждал ее на базе. Примерно в 2 часа дня Гульшат позвонила, сказала, что заблудилась. С этого момента телефон ее стал недоступен. Евгений места себе не находил. Сначала пропавшую искали родные. Ночью к поискам подключились около 200 волонтеров вместе с сотрудниками МЧС и полиции. Муж девушки до последнего верил, что она жива. Трех километровый, допустим, заплутала. Но надо срезать и идти меньше. Вот она, может быть, внутрь кругов пошла. Волонтеры обошли все маршруты, заходили в лес, искали следы. Пропавшую нашли спустя 40 минут после начала поисков. Нашел! Девушка лежала под снегом. Медики констатировали смерть. 11 колото-резанных ранений. Первые детали убийства стали шоком для родных и близких Гульшат, для всех нижнекамцев. Люди терялись в догадках, кто мог пойти на это жестокое преступление. Маньяк, серийный убийца, случайный прохожий. Следователи принялись обрабатывать все версии и тщательно собирать улики преступления. Рядом с деревом, где нашли тело, есть кирпичное строение. Внутри обнаружили сережку погибшей. Картина убийства вскоре стала проясняться, но чтобы найти и изобличить преступника, нужно было действовать быстро, как говорят, по горячим следам. Как часто бывает в подобных делах, любая мелочь, вовремя подоспевшая информация от свидетелей и просто наблюдательных людей может иметь решающее значение. Так было и в этот раз. Пока следователи, как мы уже сейчас понимаем, выходили на след подозреваемого, в Нижнекамске в центральной мечети простились Гульшат Котенковой. Очень светлой, доброй, отзывчивой подругой, как характеризовали ее коллеги по работе. Молодой мамой, прекрасной женой, дочкой, чтившей каноны ислама и регулярно читавшей намазы, о чем уже рассказали ее близкие. Хорошая была девочка, красавица, умница. Вот даже слов не то, а какая была пара. Может, сглазили их, может, и по-всякому думаем. Не должно было такому случиться. Это жестокое преступление удалось раскрыть благодаря поступившей одному из следователей оперативной информации от бдительных граждан. Так вышли на 37-летнего ранее судимого Даниила Котенева. На следственном эксперименте Котенев сам показывает и рассказывает, что происходило в последние моменты жизни девушки. Уже установлено, что в день убийства Котенев распивал спиртные напитки на работе, неподалеку от лыжной базы. Затем пошел домой пешком, но заблудился. Наврел на потерпевшую и вступил с ней в перепалку. После, угрожая газовым пистолетом, заставил пройти в стоявшую неподалеку будку. Здесь мужчина принялся избивать женщину, в том числе нанес ей несколько ударов горлышком от разбитой бутылки. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, он тащил ее тело в лес и закопал в снегбу. Точно так же он поступил и с ее лыжами. Ранее судимы? Да. По каким статьям? Тут эта первая часть, вторая. Расшифруйте статью. Изнасилование. Отсидели? Какой срок? Девять лет. В каком году освободились? В этом 17-м. По какой причине находится управление? За что вас задержали? Подозрение рубриста. Сотрудники полиции Татарстана вечером 11 января задержали 37-летнего жителя Нижнекамска, подозреваемого в жестокой расправе над молодой посетительницей одной из спортивных баз в Нижнекамском районе. Была проведена огромная работа. Так установили возможных свидетелей произошедшего. Ориентировка с фотороботом, предполагаемым преступника, была распространена в средствах массовой информации Нижнекамска. В полицию начали поступать звонки от местных жителей. Одновременно полицейские отрабатывали порядка 20 граждан, которые могли иметь причастность к преступлению. Среди них оказался и подозреваемый, ранее неоднократно судимый, 37-летний житель Нижнекамска. Оперативники уголовного розыска задержали его по месту жительства. К слову, Даниил Катенев уже попадал в поле зрения полиции и после освобождения из мест заключения. Несколько месяцев назад его подозревали в нападении на девушку и попытке изнасилования. Тогда его не смогли привлечь к ответственности, а сам подозреваемый явился на местное телевидение и выдвинул свою версию происшествия. Предложил ей свою помощь подняться. Она как бы отказалась и начала падать. И когда я пытался ее удержать, она начала вырываться. И путем вот этого, ну как бы, такого момента она упала просто на пол. 13 января Нижнекамский суд отправил за решетку Даниила Катенева. Во время судебного заседания он пытался скрыть свое лицо и не ответил ни на один из вопросов журналистов. Следствие настаивало на аресте, мотивируя тем, что Катенев совершил особо тяжкое преступление. Расследование уголовного дела продолжается. Я еще раз хотел бы отметить слаженную работу всех следователей, правоохранителей, оперативников уголовного розыска МВД Татарстана, сотрудников Нижнекамского гарнизона полиции, конечно же, волонтеров и просто людей, которые помогли в раскрытии этого преступления. Страшная трагедия наложила печальный отпечаток на всю постпраздничную неделю в Татарстане. Но мы видели и здесь, в Казани, как сотрудники полиции, работники системы здравоохранения, спасатели и другие мужественно несли свою службу в эти дни. К ним, по-моему, претензий быть не может, а только искренние слова благодарности и признательности. Это, поверьте, тяжелая миссия нести службу, когда все отдыхают и веселятся. Мы, журналисты-телевизионщики, это знаем не понаслышке. В эти новогодние праздники Казань столкнулась с очередным наплывом туристов. Пока в Государственном комитете по туризму республики не подвели окончательные итоги, но ожидается, что цифра туристов, посетивших Казань в эти новогодние каникулы, превысит 130 тысяч человек. Это больше, чем в прошлом году. В списке самых продаваемых на Новый год направлений внутреннего туризма, Казань ожидаема в пятерке лидеров по оценке Ассоциации туроператоров России вместе с Сочи, Москвой, Санкт-Петербургом и Великим Устюгом. Но на этом месте благостную картину новогоднего туристического бума в столице Татарстана мы завершаем и предлагаем вам поговорить о проблемах, с которыми в эти новогодние праздники столкнулись не только гости Казани, но и все жители нашего города. Казань не просто туристическая, а Казань обледенелая и Казань в снежном плену. К чему приводит неготовность городских служб эффективно реагировать на привычные для этого времени года погодные катаклизмы в репортаже Михаила Любимова. Этот каток в парке Черное озеро открылся незадолго до Нового года. И надо сказать, что это, конечно, не единственный каток в городе, потому что примерно в это же время весь город превратился в один большой каток. Только это, можно сказать, один из немногих островков безопасности во всей Казани, потому что здесь вы во всяком случае вооружены, ведь у вас есть то, чего вам так не хватает при выходе из дома. У вас есть коньки. Только давайте сразу определимся с терминами гололед и гололедица. То, что мы называем гололедом, на самом деле находится не внизу, а наверху. Гололед – это тоналец, который образуется, например, на проводах, на деревьях. А вот гололедица – это как раз то, почему мы ходим, то, что внизу. И думается, что это слово подходит куда лучше, потому что само слово гололедица звучит как название какого-то страшного инфекционного заразного заболевания. И вот этим заболеванием город Казань болеет из года в год и, кажется, совсем не лечится. И переносит его, ну, в буквальном смысле слова, на ногах. Удобно по улицам ходить в этом году? Нет. Нет, очень неудобно. Особенно пожилым людям. Везде тропинки, снег кругом, голый лед. Убирают совсем мало. Что говорить скользко? Не только скользко, безобразно. Нигде не чищено, нигде не... Ходишь, как пингвин двигаешься. Это у нас такая традиция. Каждую зиму под Новый год мы дружно идем в баню. То есть нас как бы приглашают туда те, кто, в общем, призван растопить этот лед в отношениях граждан и коммунальных служб. Зима и гололедица – это не причина и следствие. Это символ прохладного отношения к нам, муниципальных властей и управляющих компаний. Лица была покрыта снегом, потому что весь день до вечера шел снег, и леда, конечно, не было видно. Еще к тому же было темно, потому что я упала после рабочего дня. Да, я теперь хожу пешком, к сожалению, и вижу, что тротуары не чистятся совсем. То есть если дороги, они посыпаются реагентом и так далее, то тротуары оставляют желать лучшего. Очереди в травмпунктах, очереди. В одном только этом по 100-110 человек каждый день. Абсолютное большинство – это как раз те, кто поскользнулся, упал и очнулся здесь. Специалисты называют такое количество пострадавших стабильно высоким. Выходишь, и дворники работают, и, в общем-то, и посыпают песком, этими всеми делами. Но, к сожалению, в основном это все делается на крупных улицах, а вот во дворах это убирается гораздо хуже. И во дворах-то, в общем-то, все и происходит. Да, в основном во дворах это идет не на крупных перекрестках. Это именно вот... Там, где люди не ожидают, в общем. Абсолютно верно, да. То есть это выходит из подъезда, проходит буквально 2-3 метра, и, пожалуйста, падает и получает травму. И я должна вынуждена, вот сейчас уже месяц сижу еще, сколько, сказали, может быть, полтора. То есть и тут народу полно, которые из-за этого гололед. Поэтому просьба, конечно, городу, чтобы они как-то боролись с этим льдом. И если уж у нас такие случаются вещи, когда зима, да, то надо к этому быть готовыми, я так считаю. Да, тоже гололед вышла на работу и поскользнулась на улице. Там, где не ожидали, наверное, около дома, конечно же, да? Декабристов 83. Сейчас, конечно, там посыпали, не знаю, какой смесью, там, солью или чем, но идешь еще хуже. Каша и скользко. Ну, как вы вообще оцениваете работу коммунальную, города? Очень плохо, потому что чистят только проезжую часть, а тротуары, дорожки вообще не чистят. То есть выходишь из квартиры и тут же попадаешь в зону турбулентности, да? Да, это так. Месяц или полтора нетрудоспособности, вот вам и диагноз. Нога и рука заживут, а осадок в душе, и осадки на наших улицах и во дворах останутся. Что совершенно недопустимо, кстати, с точки зрения закона. Заглянем в госстандарт. Автомобильные дороги и улицы требования к эксплуатации. Дороги. Тут три категории. Условно, магистрали, дороги, проезды. Разная интенсивность движения, разное время для снегоочистки. Но, не шибко, разное. От четырех до шести часов только лишь. Мы улыбаемся, конечно, где ж это мы такое видели. А вот тротуары. Тротуары должны быть очищены после снегопада не позднее, чем через три часа после него. Таков стандарт. То есть, весь этот лед на пешеходных дорожках – это следствие нашего нестандартного мышления. Вот, пожалуйста, хрестоматийный пример. Это улица Искры. Таких очень в Казани много. Как видите, снегоуборочной техники здесь явно скучно. Снег лежит по обе стороны от этого тротуара. Ну, как тротуара? Просто некой пешеходной тропы, которая, очевидно, протоптана пешеходами. Вроде бы все хорошо. Я стою и вроде бы как не падаю. Но, как говорится, зима близко. И улица Искры постепенно превращается в улицу фигуристов. Как и все остальные улицы. Проследить за работой управляющих компаний во дворах, то есть ходить по дворам с линейкой и изумляться, почему это снежный покров превышает допустимые два сантиметра, просто некому, конечно. Не управляемые компании, при желании, можно было бы просто разорить в одночасье парой-тройкой исков. Просто граждане у нас сердобольные, да к тому же деньги в конечном счете известно чьи. Другое дело, что оказывается и дворник у нас вполне себе самостоятельная творческая единица. Мы с жильцами делали хрометраж рабочего времени, считали, сколько фактически отрабатывают те же самые дворники, те же самые слесари. Получается гораздо меньше, чем они должны работать. Я еще раз хочу подчеркнуть, что отсутствие контроля со стороны руководства управляющих компаний приводит вот к таким последствиям. Но контролировать все же стоит. И если вы видите примеры вот такого нестандартного мышления, тем более, если вы от него еще и пострадали, стоит хотя бы попытаться наказать виновных. На тротуарах и во дворах снегу не место. Если этого нет и произошли какие-то неблагоприятные последствия, потерпевший имеет право потребовать возмещения. Единственное, необходимо, естественно, зафиксировать, почему это повреждение или вред произошло. Свидетельские показания, фотографии, если возможно, зафиксировать на видео. Все мы нынче в танцах, господа. И большинству, конечно, все равно. Но молодежь выбирает другие дороги и на скользкую тропинку вступать не желает. Молодые активисты Общероссийского народного фронта с начала зимы постоянно инспектируют улицы. Доберите любую. Неубранный снег, сосульки, каток. Но мы проходим мимо, а они фиксируют. И информацию эту доводят до муниципальных властей. 2018 год объявлен годом добровольца и волонтера. Поэтому в этом году мы надеемся, и мы сами все делаем для того, чтобы молодежь нашего города обращала на это внимание. И хотя бы молодежи было не все равно. Ведь именно молодежь может решить эту проблему. Проблема не только в Гололедице, но и в отношении власти к городу, к населению. И отношение населения к окружающей обстановке. И мы, как активисты молодежки ОНФ, неравнодушны к этому вопросу и сделаем все, что в наших силах. Ведь наш ДИИС – не жди перемен помощи со стороны, твори добро. Казалось бы, вот оно – добро. Улица Баумана едва ли не единственная в городе, где тротуарная плитка все еще проплешинами кое-где виднеется. Однако и на наших главных туристических маршрутах, как выяснилось, почти сразу после Нового года поломали себе ноги и весь свой отдых многочисленные туристы. Ибо если ноги разъезжаются в разные стороны, смотреть по сторонам не приходится. Падений было очень много. Самое ужасное – то, что картина была одинаково неприглядна, как в Свияжске, где был сплошной лед. В Раифе был сплошной лед. Идти было невозможно. Песка посыпанной не было ни в городе, ни в местах скопления туристов. И это, естественно, вызвало много отрицательного отклика со стороны наших гостей. Мы пытались объяснить, что праздники, неожиданное подморожение. Ну, все это понятно. Однако, знаете, как говорят, есть такая поговорка – ложки нашлись, а осадок остался. Вот приблизительно так и произошло. То есть мы оказались не совсем готовыми. Итак, осадки остались. До весны. Сезонное заболевание гололедица, стало быть, не лечится. То ли еще будет – зима близко. Профессиональные журналистские правила не рекомендуют вашему покорному слуге представать перед зрителями вот в таком вот виде. Во-первых, к головному борю, во-вторых, еще в капюшоне при даче. Но я надеюсь, меня простят и зрители, и коллеги, потому что просто хотелось показать, как должен выглядеть сегодня житель Казани. Я почти ничего не вижу ни справа, ни слева, ни сверху. Я могу видеть только то, что происходит непосредственно у меня под ногами. И вот это правильно. Именно так и нужно сегодня, чтобы остаться в живых. В этом году, как и всегда, все похоже в наших ногах, а не в наших руках. Кстати, руки тоже лучше вынуть из карманов. Они пригодятся для безопасности. И ногти на руках, или я бы даже сказал ногти на ногах, лучше не стричь до весны. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Мохов. Семь дней. Можем ли мы здесь говорить о каком-то досадном недоразумении? Или все же это печальная тенденция для городских служб Казани, для которых снег на голову всякий раз в прямом и переносном смысле стихийное бедствие? Сегодня статус Казани такой, что мы не можем от этих проблем просто отмахнуться. Даже если принимать в расчет растущий туристический поток на новогодние каникулы, надо давать себе отчет в том, что это ресурс ограниченный. Пока туристы, которые к нам приезжают за новыми впечатлениями, это люди, которые впервые приехали к нам. Другое дело, так называемые возвратные туристы. Это те гости столицы, кому настолько понравилось в Казани, что они хотят приезжать к нам вновь и вновь. Но для этого необходима не просто развитая инфраструктура. Рестораны, парки, дороги, аэропорты, вокзалы. Не просто гостеприимство, радушие наших людей, за которые мы можем быть спокойны. В таком деле, как привлекательный туристический и инвестиционный имидж города, не может быть мелочей в принципе. Это и стабильная и качественная работа очистных сооружений, благоприятный деловой климат, создание комфортных условий для пешеходов и многое-многое другое. На чем Казани еще предстоит работать и работать. Есть ли примеры для подражания, определенные ориентиры, как это должно быть устроено? Да, безусловно. Сегодня в нашей программе мы покажем и расскажем вам, как организованы некоторые аспекты городской жизнедеятельности в Милане, в Италии. В городе, который многие считают в чем-то схожем с Казани. И я предлагаю вам убедиться, так это или не совсем так. Уж в чем-чем, а разница, как говорится, кардинальная, так это в погоде, особенно зимой. В Милане погода в это время хоть и влажная, снег явление довольно редкое. Поэтому даже само понятие «гололед» местным муниципальным службам почти не знакомо. Зато есть сходство с той же Казанью, и бросается оно в глаза сразу же. Такое ощущение, что автомобили в Милане практически повсюду. Чуть-чуть зазеваешься, и тебе обязательно заедут на ногу. Наличие большого количества мотоциклов и велосипедов ситуацию не спасает. Еще одна примета времени, которая, на мой взгляд, объединяет Казани и Миланы, это автомобильное движение, которое здесь, в Италии, по моим ощущениям, вообще никак не ограничивается. Поэтому с парковками здесь, в Милане, не просто проблема, как в Казани, а настоящая беда. И необходимо думать, как и казанцам, так и миланцам, о развитии дополнительных пешеходных зон. Пока Милан, на мой субъективный взгляд, город красивейший. Туристический центр, дом высокой моды и высокой кухни, обитель небоскребов и впечатляющей старинной архитектуры конкретно в этом плане примером для Казани служить не может. Но вот где дело в Милане поставлено основательно, так это в вопросах экологии. Особое внимание водным ресурсам, и скоро вы поймете, почему. Мы в окрестностях Милана, но в то же время это его историческая часть. Рядом знаменитый монастырь Носеда, замечательный альпийский воздух. А знаете, где мы с вами находимся? Это крупнейшие в Милане очистные сооружения. Обратите внимание на архитектуру этих зданий. Они не сильно возвышаются, они сделаны из специальных материалов, чтобы идеально их вписать в исторический местный пейзаж. Экскурсию на одни из лучших очистных сооружений в Европе начинаем со знакомства с Роберто Мазини. Не путать с известным итальянским игроком и тренером, нынешним рулевым питерского «Зенита» Роберто Манчини. Мазини, правда, в своей области специалист, пожалуй, поавторитетнее будет. Рассказывая нам некоторые особенности технологического процесса очистки, местный гуру подчеркивает, для Италии и Милана вопросы экологии и защиты водных ресурсов имеют приоритетное значение, поэтому добиться показателей выше среднеевропейских здесь было делом чести. В чем главное достоинство технологии? Оригинальный директор компании ВОМ Рикардо Перес не делает особого секрета, схематично показывает процесс. Секция решетки, так называемая. Затем из этой секции решетки поступают каналы на песколовки, где песок улавливает. В принципе, ничего сверхъестественного. Главное – соблюдение всех технологических операций. Дезинфекция, фильтрация – все с применением самых высоких стандартов. И, наконец, определенный ноу-хау итальянской компании. Термическая сушка осадков. К слову, для Казани тема актуальнейшая. Мы все знаем, к чему приводят отстаивание и обезвоживание осадков по старинке, то есть на открытом воздухе. Да-да, к тем самым пресловутым иловым полям. Итальянцы предлагают решить проблему раз и навсегда. Превратить осадки в такие гранулы. Далее уже пути их использования могут различаться. Например, в случае с Казанью предлагается превращать их в дополнительное тепло. Проще говоря, сжигать. В Милане поступили несколько иначе. Это секция, куда поступает так называемый обезвоженный осадок. Здесь он с помощью определенных механических процедур превращается в осадок высушенный. А это уже ценнейшее сырье для цементного производства. Вот в эту емкость оно поступает. Машины его забирают. И таким образом отходы превращаются в доходы. Это уже окончательная ступень очистки. Вода максимально прозрачная и чистая. Надо отметить, что в Италии в целом, в Милане особенно, уделяется большое внимание качеству воды. И тому есть несколько причин. В Милане, в его окрестностях, на самом деле не так много воды, поэтому к ней относятся максимально бережно. А во-вторых, в Милане очень развита промышленность и сельское хозяйство. И местные фермеры в своем производстве, ворошении используют только чистую, качественную воду. В России мы поставили такие установки в Сочи, Новочебоксарск, Екатеринбург. И считаем, что для Казани такая технология тоже подошла бы. Главное, она экологически безупречна. Для нас важно сотрудничество с Татарстаном. Мы готовы на многое для этого, в том числе и локализовать производство в республике. Для выхода на татарстанский рынок итальянцы уже сделали свой ход конем. Наладили тесное сотрудничество с Казанским энергетическим университетом. Уже объявили о создании на базе нашего вуза крупного научно-исследовательского центра. Не исключено, что в Казани же ВОМ будет готовить специалистов по утилизации отходов для обслуживания своих установок по всей стране. Наша задача объективно разъяснять каждую технологию для того, чтобы мы могли в бизнес принять правильное решение. Мы только можем рекомендовать решение за бизнес. Итальянский проект для Казанского водоканала руководитель компании ВОМ представил на встрече с президентом Татарстана Рустамом Минихановым. Казань пока в раздумьях, но уже выступила со встречным предложением. Подумать над вопросом утилизации промышленных отходов, в частности нефтешлама. Итальянцы уже ответили, ничего невозможного нет. Побывать в Италии и не попробовать настоящую итальянскую кухню, пасту, фокаччо, это, конечно, непростительно. Поэтому сейчас мы в офисе компании Zini, которая является не только крупнейшей, но и одной из старейших в Италии по производству пасты, фокаччо, соусов. Шеф-повар за две минуты. В этом слогане вся суть работы компании. Все гениальное просто, говорят нам итальянские мастера кулинарного дела и предлагают в этом убедиться воочию. Между Италией и Татарстаном, Миланом и Казани очень много общего. Даже кухни у нас схожи, используется много теста. Но вот это блюдо, которое называется ризотто меланезо, можно попробовать только здесь, потому что оно приготовляется из специального риса, который выращивается здесь, в Италии, в Милане. И на его приготовление уходит всего-то какая-то одна минута. Продукты Zini характеризуются тем, что они сразу варятся и сразу замораживаются. Это позволяет сохранить их полезные свойства, вкусовые качества и прекрасный внешний вид. Ломбардия – это самый развитый промышленный регион Италии, самый богатый. Татарстан – ведущий в экономическом плане регион России. Так что у нас отличные предпосылки для партнерства. Надо только начать. Тимур Микмурзин и Андрей Кузьмин. Милан, Италия. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Количество пациентов в отношении эстетической пластической хирургии увеличилось. Красота – страшная сила. Как в прямом смысле сохранить свое лицо и не попасться на удочку мошенников. Очень страшно в одиночестве. Это ужасно. Это не желает даже злютому врагу. Когда чужие ближе и роднее родных. В Татарстане стартовал пилотный проект по созданию приемных семей для пожилых людей. В понедельник председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин встретился с председателем наблюдательного совета Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» президентом Российского Книжного Союза Сергеем Степашиным. Обсудили вопросы жилищного строительства и готовности Казани к чемпионату мира по футболу. Во вторник Рустам Мениханов провел первое в новом году республиканское совещание в режиме видеоконференц-связи. На совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ Эрик Файзурин озвучил, что в этом году в Татарстане по программе жилищного строительства планируется ввести в строй почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья. В среду президент Татарстана встретился с архиереями татарстанской митрополии, с митрополитом Казанским и татарстанским Феопаном, епископом Альмитинским и Бугульминским Мефодием, епископом Чистопольским и Нижникамским Парменом. Рустам Мениханов поблагодарил священнослужителей за содействие поддержанию мира и согласия в регионе. В дар благотворительным организациям при каждой из трех епархий Рустам Мениханов передал ключи от автомобилей. В пятницу премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты, посвященной итогам деятельности ведомства в 2017 году и задачам на 2018 год. Среди приоритетных задач, отметил Алексей Песошин, является легализация неформального рынка труда. В пятницу Центральная избирательная комиссия страны завершила прием документов от кандидатов в президенты России. Пока процедуру выдвижения прошли 14 партийных кандидатов. Двое из них, Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ, освобождены от сбора подписей. Они представители парламентских партий и уже зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты. Остальные для регистрации должны предоставить в ЦИК 100 тысяч подписей в свою поддержку. Собирают подписи и самого движенцы. Им нужно втрое больше автографов. 300 тысяч. Подписи в поддержку действующего президента собирают в пяти городах республики. Развернуто 12 пунктов. Мы в одном из них, в Зеленодольске. Среди подписавшихся в первые часы работы медики, работающие пенсионеры и военные. Процедура занимает пару минут. Главное иметь при себе паспорт. Для России он очень больших паспорт сделал. Так что я очень ему благодарна. Лучше жить стали, чем в 90-е. Я застал 80-е и 90-е. Спокойно говори, едь куда хочешь, делай, что хочешь, работай где хочешь. Ну что, свобода во всем. Я его уважаю за все его поступки, за все его действия. Для меня этот человек просто с большим. В середине недели в Казани открылся предвыборный штаб кандидата от партии «Роста» Бориса Цитова. Также в столице Татарстана собирают подписи и за кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского. В Зеленодольске, Альметьевске, Азнакаево и в Аксубаевском районе от его штаба направлены мобильные волонтеры. Свой штаб в Казани еще в декабре открыла Ксения Собчак. У претендента на пост президента страны от партии «Добрых дел» Екатерины Гордон, по информации ее штаба, в Татарстане организованного пункта нет. В пятницу пресс-секретарь избирательного штаба действующего президента Андрей Кондрашов сообщил, цитата из «Интерфакция». По данным на утро 12 января собрано 408 349 подписей, при минимально необходимых 300. Сбор подписей в поддержку кандидатов президента России продолжится до 30 января. Продолжаем 7 дней и продолжаем темой инвестиций. Причем на этот раз поговорим об инвестициях в самого себя. В буквальном смысле этого слова. В России наметилась новая тенденция. Если раньше копили деньги на путешествия или на новую квартиру, то сейчас все больше жителей страны предпочитают вкладывать средства в коррекцию фигуры и собственной внешности. В частных казанских клиниках, а ведь именно в столицу приезжают оперироваться со всех районов Татарстана, очередь на подобного рода операции. В одних медицинских центрах они уже расписаны до весны, в других записи вовсе только на лето. Вот интересная статистика от аналитического центра Вадамекум. В 2016 году жители России потратили на пластику более 250 миллионов долларов или 9 миллиардов рублей. Было проведено около 95 тысяч пластических операций на различные части тела. Статистика 2017 года, по мнению наших экспертов, цифры 2016 года можно смело умножать на два. В связи с повальной модой что-то себе улучшить, руководство Росздравнадзора по Татарстану просит тех, кто стремится быть красивым, быть особенно бдительными. У надзорного органа сейчас много вопросов к так называемым косметологическим салонам и к специалистам, кто работает на дому. Как не стать жертвой мошенников, разбирался Сергей Темляков. А вот он и наступил 2018 год. Несомненно, многие поставили перед собой задачу измениться, а кто-то даже в буквальном смысле. Сегодня наш регион входит в тройку по России, где пластических операций делают больше всего. Вот и я решил провести эксперимент, правда при помощи нашего дизайнера. Кто-то как-то сказал, что нужно подкорректировать нос. Кстати, это самая популярная пластическая операция среди мужчин в Казани. Она в нашем рейтинге, на первой позиции. На вторую, как вы уже догадались, это изменение ушей. Наиль, это я нашему дизайнеру, давай сделаем все-таки поменьше. И на третьей позиции подтяжка лица. Пожалуй, это фотография для дружеского шажа. Себе я менять точно ничего не намерен. Но сегодня не обо мне, а о тех, кто решился на операцию. Основные проценты операции, конечно, это мамопластика. Блефоропластика, это улучшение век, липосакция очень часто встречается. Вместе с заведующим отделением хирургии частной клиники составляем рейтинг, что чаще всего хотят исправить женщины. 90% операций делают именно дамы. И лишь 10% мужчин ложатся под нож ради красоты, говорит Марат Хайрулин. Приезжают со всей страны. Частые клиенты – жители Москвы и Петербурга. На вопрос, почему едут именно к нам в Казань, хирург, улыбаясь, отвечает. Во-первых, в Казани высококвалифицированные специалисты. Во-вторых, демократичные цены. Прошу вспомнить самую необычную операцию, сделанную в клинике. Приходили в уши эльфа себе сделать. Вот это необычная операция. Это сушное раковин. Ну, представляете, эльфа, застренный кончик уха. Несмотря на финансовые трудности в нашей стране, количество пациентов в отношении эстетической пластической хирургии увеличилось. И я могу сказать, что даже в разы увеличилось. Это связано с тем, что открылось достаточно много новых клиник, пусть небольших, которые достаточно успешно работают. Начался приток хирургов со стороны Москвы в Казань. Хирург от Бога – один из лучших и не только в Татарстане профессор Андрей Богов отмечает. Больше всего операции сегодня в республике делают по реконструктивной хирургии. В РКБ, где он заведует отделением пластической микрохирургии кисти, только в день таких операций порядка 15. На второй позиции – микрохирургия. Эстетическая – лишь на третьей строчке. Расспрашиваем автора более 50 патентов, которые выполняют операции по собственным уникальным методикам, как правильно найти своего хирурга, чтобы после операции не было больно взглянуть в зеркало. Это совсем непросто найти пациента своего хирурга, безусловно. Стандартные позиции – стаж, официальные бумаги, лицензирование в работе, его публикации в этой профессии. Желательно самое, чтобы пациент посмотрел именно на его клинические работы, не в интернете, а именно в интернете. Все это может быть видоизменено. Как это неудивительно, вот последние два обращения у нас были от мужчин. А то, что порой может быть больно, подтверждают жалобы, поступившие в Росздравнадзор по Татарстану. Любовь Шайхудинова показывает нам фотографии из самого необычного дела. В надзорный орган обратился дедушка. Ему 70 лет. Пенсионеру не понравилось, как ему ликвидировали морщины на лбу. Для эталона, как он хотел выглядеть, мужчина приложил фотографию. Свою. Правда, 18 лет. Мы зарегистрировали в прошлом году два случая смерти женщин после пластических операций. Причем одна, например, была операция по поводу изменения объема желудка. Ведь основная причина считается в ожирении. Это то, что желудок растянут. Второй случай – это было анестезиологическое осложнение. Всего по итогам 2017 года в Росздравнадзор поступило порядка 50 жалоб, касающихся индустрии красоты. Кстати, обращений именно по пластическим операциям, проведенных в клиниках, меньше всего. У нас существуют, скажем, салоны, которые, накопив клиентскую базу определенную, начинают работать на дому. В Росздравнадзоре есть вопросы к тем, кто создает красоту в домашних условиях. В 2017 году удалось поймать, что называется, за руку косметолога. Женщина делала уколы красоты у себя дома, прямо на диване. Подключилась МВД, был наложен штраф. Если, например, тот же ботокс стоит в официальной сети 8 тысяч, условно говоря, и вам предлагают за 3, то можно предположить, что услуга может быть проведена и фальсифицированными лекарственными препаратами, или вообще какими-нибудь, ну, контрафактными. Больше всего в надзорный орган жаловались на так называемые косметологические центры, которые позиционируют себя как оздоровительные. Раздается звонок по телефону, приглашают на встречу, приглашают на консультацию, причем оперируют такими словами, как квота Минздрава, в рамках обязательного медицинского страхования, бесплатно. И многие наши граждане верят. Девочка по телефону добрым голосом сказала, это бесплатная у нас сегодня акция. Вот и поверила, никак не думала, что так могут поступить, говорит Людмила Рожко. У женщины проблемы с венами, а кто не хочет быть здоровой и красивой? Людмила посетила центр в октябре. Говорит, сразу взяли в оборот. Сначала подарочные процедуры, после чего на теле остались даже синяки. Потом сделали капельницу. Похоже, именно в ней и была причина, подозревает женщина. Пострадавшая, говорит, она всегда внимательно читает документы. Подписывать ничего не хотела. Обрабатывали пять часов. Их тут несколько человек, которые меня облапошивают, значит, говорит, мы вас два года будем за эти деньги. Ну, назвали сумму 52 тысячи, я говорю, это очень дорого, говорю, у меня нет таких денег. Они говорят, а мы вам кредит-то оформим. Я говорю, ну, давайте посмотрим, какой кредит и под что. Вот, то есть, ну, начали тут вот на кредиты разводить. Ой, я говорю, а чё ж кредит-то под 28 процентов? В итоге подписала. Сейчас женщина ведет свое расследование. Она хочет вывести на чистую воду тех, кто так с ней поступил. Десять учреждений пользуют такие методики работы. И к пациентам хочется, конечно, обратиться, чтобы всегда очень тщательно они фильтровали ту информацию, которую они, и не полностью доверяли. Особенно, когда просят привезти с собой паспорт и полис ОМС. Росздравнадзор выходит с проверкой, когда есть жалобы именно на качество медицинских услуг. Выписывает штрафы. Центр закрывается и открывается вновь, но уже под другой вывеской. Помогают отстоять права тем, кому навязали кредиты, и специалисты отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора, куда также в 2017 году поступило немало обращений. За 2017 год в адрес управления поступило более 200 обращений по вопросу навязывания косметологических услуг и навязывания кредитных договоров. А в прошлом году виновные лица были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов стояла более 1 миллиона рублей. И в заключение. Индустрия красоты в Казани активно развивается. А значит, тех, кто захочет на этом заработать, вряд ли станет меньше. В Росздравнадзоре и Роспотребнадзоре дают простой совет. Чтобы результат был таким же, как ожидание, не поленитесь заранее собрать как можно больше информации о заведении, где создают красоту. Тогда вы точно сделаете правильный выбор. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. Юбилейные и памятные даты мы отмечаем не просто так, не просто потому, что это принято. Я лично в этом глубоко убежден. Они нас учат, позволяют подвести итоги, оценить пройденный путь человека, организации, предприятия. Да, юбилеи бывают разные, но они всегда со смыслом. К примеру, на этой неделе 5 лет исполнилось молодежному симфоническому оркестру Республики Татарстан. И эту славную дату в Республике отметили, естественно, с замечательным концертом, на котором побывала и Светлана Спирина. Вальс Хачатуряна. Вальс Хачатуряна – визитная карточка оркестра, а маэстро Сладковский – папа. Творческое детище дирижера появилось на свет 5 лет назад и сегодня празднует свой первый юбилей. Молодцы, звучите прекрасно. О том, что он музыкальный папа, Александр Сладковский узнает от нас. Такое серьезное прозвище. Я думаю, да, это, наверное, с большой благодарностью я это приму. В мире молодежных оркестров единицей, и среди них теперь наш. Молодежным назвать его сложно. Здесь все больше детей – от 8 лет и старше. Говорит о том, что у нас есть будущее. Мне кажется, это самое главное. То есть идея была, конечно, не в том, чтобы воспитывать смену в госоркестр, но и пока они еще вырастут, я думаю, много воды утечет. Идея в том, чтобы, конечно, дать им понять, что то, чем они занимаются, это очень важно, это очень нужно людям. Несмотря на высокий статус юного оркестра, попасть сюда может любой, влюбленный в музыку. Это было одним из самых главных условий при рождении коллектива. Сегодня это 70 скрипачей и виолончелистов, что съезжаются на репетиции из Зеленодорского района и всей Казани. Мы, конечно, привыкли к спорт высоких достижений, искусству высоких достижений. Я хотела бы напомнить, что в этом коллективе играют самые простые – мальчишки и девчонки. Это учащиеся детские музыкальные школы. А это, я бы сказала, был настолько дерзкий план, который предложил Александр Витальевич Сладковский, который вызвал в рядах педагогов, директоров школ смятение, недоверие. Поначалу даже были ребята, которые стеснялись того, что учатся в музыкальной школе, стеснялись своего инструмента. Потому что по войне не секрет, что девочки идут на вокал и фортепиано, а мальчики идут на гитару. А выбрать инструменты симфонического оркестра – это не самые популярные, скажем, инструменты. В России детских оркестров с недетскими амбициями фактически нет. Мама коллектива, художественный руководитель Светлана Лось, признается – оркестр – это великий труд. Только в день концерта дети репетировали около шести часов. Например, в Волгограде они больше специализируются на детском таком репертуаре. У нас идет совершенно взрослый репертуар. Мы пытаемся детям привить вкус к действительно высокой музыке. Но это имеет свои плоды, потому что развивается кругозор очень, музыкальный кругозор. У них начинаются свои вкусы уже, высокие вкусы. Не каждый ребенок в соло как-то проявляется. Потом в музыкальных школах, выходя на сцену, ну что, они вышли, поиграли для папы, для мамы. Большой зал им не подвластен в школе. А здесь, понимаете, они играют в лучших концертных залах. Они выезжают за рубеж, там они тоже играют. Но в прошлом году, например, у нас был концерт на главной сцене Диснейленда парижского. Ну кому еще там довелось сыграть? Я просто был обычным учеником музыкальной школы. Ну, нигде, в общем-то, меня даже на конкурсы не отправляли. А потом узнал об оркестре, и вот сюда меня пригласили. Я здесь начал играть с 12 лет, получается. Что тебе дало этот оркестр? Ну, я научился себя чувствовать в коллективе правильно, то есть сплоченно что-либо делать, чувствовать музыку. Мы представляем свою республику, даже когда едем за границу. И, в общем-то, мы культурное лицо своей республики, я вот так думаю. Юные леди к зарубежным турне относятся по-особому, что называется, между нами девочками. В Италии мы получили первое место, и был восторг, мы очень все радовались, фотографировались потом, после этого. Ну какая мечта, какой следующий город, какую следующую страну ты хотела покорить? Мы поедем. Я хочу во Францию поехать еще раз. Мне там очень понравилось. В Диснейленде играли. Яна Хазиева в оркестре с первых дней. Она одна из самых взрослых. Творит и работает, чтобы быть достойной оркестра самого маэстро. Мечта остаться здесь и служить ее величеству музыке у многих юных дарований. Вижу скрипачка в первых скрипках государственного оркестра Татарстана. Молодежный симфонический оркестр Татарстана лауреат нескольких международных конкурсов в Чехии, Италии и Германии. За пять лет оркестр дал около ста концертов на многих сценах России. Анжелика сегодня готовится к своему первому выступлению в составе оркестра. Здесь она одна из самых маленьких. Ей 10 лет. Я сюда очень хотела, потому что здесь очень красиво играют. А где ты слышала? Ну, я вообще, я обычно смотрела это все в интернете или в ютубе. Меня учительница пригласила на мастер-класс. Меня Светлана Геннадьевна взяла в оркестр. Ты порадовалась этому или вообще ничего не знала об этом оркестре? Ну, я не знала, что меня позовут, но я порадовалась, когда об этом узнала. Один из самых любимых в фестивале оркестра – достояние республики. И это символично. За эти пять лет они сами стали достоянием Татарстана. И вот что юные юбиляры думают об этом. Успех. Я считаю, что это единственные такие, ну, молодые люди в Татарстане. Достояние республики – ну, это мы, мы, это будущее нашей республики. Некоторые люди из нашего оркестра приходят в другие регионы. Их приглашают, например, в московскую специальную музыкальную школу при консерватории. Но многие все же остаются в Казани и развивают татарское, татарстанское искусство как таковое. Самый большой предмет гордости мой в том, что это удалось сохранить. И удалось превратить это в такой, знаете, значимый очень институт культурный. Да, оркестр, который приглашают на мероприятия, на какие-то серьезные даже политические форумы и так далее. Это уже немало. Свой праздничный концерт оркестр начал с любимого вальса Хачатуряна для самых верных своих почитателей. Светлана Спирина, Хамит Шамсеев, 7 дней. Завершить нашу программу мы бы хотели все-таки по-настоящему душевным сюжетом. Но для начала небольшая притча. Один взрослый мужчина посадил своего старого отца в телегу и решил отвезти в лес, чтобы зря на него хлеб не тратить. А его сынишка-то ему и говорит, ты, батя, телегу обратно верни, когда ты состаришься, на чем я тебя в лес повезу? Так мужик своего отца решил обратно вернуть. Вот, казалось бы, сказка, а в ней, как говорится, намек. Перед тем, как оставлять на произвол судьбы своих родителей, подумайте о своей старости. По официальным данным, одиноких людей старше 70 лет в Татарстане 56 тысяч человек. Конечно, есть социальная служба, есть сотрудники, которые навещают нуждающихся пенсионеров, помогают им в быту, ухаживают и присматривают за ними. Тяжелый и порой недооцененный труд социального работника. Это, несомненно, отдельная тема для разговора. Но сегодня нам бы хотелось поговорить немного о другом. У многих брошенных стариков есть дети, для которых в старости они оказались обузой. Но в жизни бывает и так, что чужие, по сути, люди могут оказаться ближе и роднее. С 1 января 2017 года в Республике Татарстан стартовал пилотный проект по созданию приемных семей для граждан пожилого возраста. На сегодняшний день уже созданы 37 приемных семей. Будущий опекун должен предоставить в Центр социального обслуживания информацию о своем материальном положении, об отсутствии каких-либо серьезных заболеваний и судимости. А за уход за престарелым человеком предусмотрена ежемесячная выплата от 4 до 8 тысяч рублей. Согласитесь, что сумма абсолютно неравнозначна той работе, которую на себя возлагают опекуны. Значит, за это благое дело явно берутся не с целью материального обогащения, а по каким-то другим причинам. Подробности в сюжете Эльзиры Юзаевой. Ясный ум и хорошая память в таком преклонном возрасте – это большая удача, которая выпадает далеко не всем. Саниапа в свои 90 лет еще вяжет носки для детей и внуков, с которыми так неожиданно ее свела судьба в деревне Татарская Икшурма Сабинского района. Саниапа никогда не знала, что у нее столько родных людей. Родных не по крови, а по жизни. Родилась она еще до войны в Арском районе, всю свою жизнь прожила и проработала в Казани. Одна вырастила дочь, потом смотрела за внуками, а когда состарилась, оказалась никому не нужна. Последние годы Саниапа жила в доме престарелых. Там ее и встретила Нурзия Гарипова. На первый взгляд обычная деревенская женщина с таким необычайно большим сердцем. Нурзия Па сама уже бабушка. У нее пятеро внуков, но дети выросли и разлетелись кто куда. Говорит, что долгое время страдала от пустоты где-то там, внутри, от того, что так хотелось кому-то помочь, о ком-то позаботиться. Это чувство ее тяготило и не давало жить полной жизнью. Саниапа смогла заполнить этот пробел, внесла в ее жизнь порядок и покой. Нурзия Па уже давно похоронила своих родителей и уверена, что каждый человек должен получить благословение отца и матери. Как вы думаете, почему сейчас люди больше проявляют какую-то любовь, заботу по отношению к кошечкам, к собакам, к животным, любят фотографироваться там весь инстаграм полон, да, в таким, а не проявлять заботу к людям пожилым, к людям нуждающимся. Как вы думаете, не черствует ли это вообще в нашем мире? Очень черствует. И людям только надо, знаете, как бы в деньгах считать счастье. В деньгах, в деньгах, вот лишь бы только вот. У меня нет такого, не знаю. У меня все есть. Я довольна жизнью. У меня, слава богу, все есть дети, дом. У меня все есть. Такой вот сумасшедший мир, где в погоне за благосостоянием люди так часто забывают о самом важном, о том, что они люди. Нина Григорьева из села Большей Лызи Блтасинского района долгое время работала сиделкой, присматривала за стариками и инвалидами, брошенными на произвол судьбы. И на ее глазах происходили чудовищные вещи. Там бабушка тоже рассказывала свою историю. В данный момент она была вся в синяках, тоже что-то такое. Ну, что ее там бабушка избили. Дочкой с внучкой. И вот мы три дня фактически, вот я приходила на работу, на ночь она с дедом оставалась сама. И у меня что-то вот в голову юкнуло, я хочу ее забрать к себе и все. Тогда Нина для себя и решила, что должна помочь хоть одному одинокому человеку, который нуждается в простом человеческом участии. Очень страшно в одиночестве. Это ужасно. Это не желает даже лютому врагу. Правда. Особенно вот в 80 лет остаться одной, вот так в уголочке сидеть потихоньку. Это очень страшно. Так в семье Григорьевых появилась идея Николаевна. Женщина с необычайным именем и удивительно сложной судьбой. Идея Николаевна родилась еще в начале войны в знаменитой деревне Крюково. Все, что поется в песне, это именно та правда, которая произошла на ее глазах. Шел в атаку яростный 41-й год. У деревни Крюково погибает взвод. Немец приходил туда, до Москвы 15 километров только. И мы сидели по грибах. Он у нас приходил 4 раза. На 5-й раз его отогнали, но все погибли. Уже в мирное время Идея Николаевна строила КАМАЗ. Затем всю свою жизнь проработала на литейном заводе в Челнах. Воспитала единственного сына, который еще в перестроченные годы пропал без вести. Ну я уже тешусь себя тем, что может быть он живой, хорошо живет, просто не помнит о маме. Я не хочу думать, что его нет. Я не хочу с собой там думать. Вот что значит сердце матери. Она ждет и любит своего пропавшего без вести сына до сих пор. Удивительно, но эта женщина не утратила веру в людей даже после того, как черные риэлторы лишили ее в Челнах квартиры. В последние годы Идея Николаевна скиталась по съемным углам, пока не встретила свою Нину. У всех мнения разные. Почему ты это сделала? Ради чего ты это сделала? Все говорят, что у нее есть квартира. Мне все уже в деревне говорили, что у тебя, наверное, уже несколько квартир. Зависть у людей какая-то такая. Я говорю, нет у меня никакой-то никто. Нет у нее ни квартиры нет. Ну, не знаю. А тогда ради чего? Я? Да. Ну, чтобы у нее было. Чтобы у нее было. И была у меня такая мечта до сих пор, до прошлого года, сходить в сад и съесть яблоко прямо из дерева. И одно яблоко, единственное, выросло в саду вот здесь. Нина меня повела, я обняла эту яблоньку. И мы с ней съели эту яблоку. Ильзира Юзаева и Хамид Шамсеев. Семь дней. Вы знаете, мы хотим сказать еще вот о чем. Идея Николаевна из деревни Большие Лызи Болтасинского района очень просила нас замолвить слово о строительстве нового клуба в деревне. Уж очень ей хочется хоть как-то помочь. И тем самым отблагодарить людей, которые теперь ее окружают заботой и любовью. Так что мы передаем это пожелание руководству Болтасинского района. И надеемся, что мечта жителей когда-нибудь да и осуществится. Спасибо вам за внимание. Это была программа «Семь дней». До свидания. Финансово вам благополучие, добра, здоровья. До следующих встреч. Здравствуйте. Поговорим о погоде на ближайшую неделю в студии Лейлы Латыпова. На северо-востоке республики в начале недели ожидается слабоморозная погода. В среду температуры начнут понижаться и к четвергу около 16 градусов ниже нуля. В субботу и воскресенье выпадет снег и минус 12. На юго-востоке республики будет пасмурно и снежно. Ночные температуры местами опустятся до минус 20. А средняя дневная температура 13 градусов ниже нуля. В центральных районах Татарстана в понедельник и во вторник около 7 мороза. В четверг до минус 15. В выходные минус 11 и пройдет снег. Погода будет располагать к длительным прогулкам на свежем воздухе, но одевайтесь теплее. На юго-западе Татарстана без осадков не обойдется. Будет пасмурная погода и умеренный мороз до 10 градусов ниже нуля. Местами столбики термометров опустятся до минус 15. На северо-западе и в Казани синоптики обещают облачную погоду. Временами выпадет снег. В понедельник и во вторник днем минус 8. В четверг и в пятницу до 14 мороза. В выходные умеренно морозная погода будет пасмурно и снежно. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый будний день на канале ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова